космоса мы не видим ну то того как который нам нарисовали нету я просто по-другому космос называю космос друг другу он по-другому выглядит по-другому состоит то есть грубо говоря космос это это верхний океан более скажем так плотный до следующего ведь над нами от допустим океан а сверху океана еще ряд ячеек идет ну я всегда вот самый лучший вариант как наша планета выглядит вот скриншот скидываю это практически один к одному это модель становится сразу понятно как наша планета выглядит вот тут мы в одной из таких ячеек не знаю видно скриншот я скинул пм в личку в skype это пчелины улей а чем такой огромный вот 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 и меня когда спрашивают каких размеров наша планета я всем пытаюсь объяснить что планета миллион лет назад была маленькая как говорится одну грубо говоря с человеческий кулак а сейчас она допустим уже человеческую голову но это так аллегорично утрирую ну ну смысл она растет потому что это это грубо говоря живой организм еще люблю с сердцем сравнивать если взять сердце в разрезе посмотреть я всем говорю это сердце бога мы сильно вот меня критикуют то что там есть люди что я но я не знаю просто как на пальцах объяснять это для меня простые вещи мы все сильно мы для вселенной муравьи мы себя как бы сильно позиционируем тем чтобы вот вникнуть в промысел божий давай вместе подумаем вот смотри вот человек когда рождается маленький 4 года а в 30 лет у него сердце больше за счет чего растет человек ну протеин ну внешние источники вот и там да конечно сейчас ладно сейчас хорошо сейчас еще 10 источник как бы подачи вариантов не я гуманитарий если бы я был бы физиком бы он рыбников может видел как меня критиковал за то что я эти знания несу вот тебе пожалуйста физик я вот недавно с купцовым андреем общался вот этот дедушкой с бородой это так он говорит это потому что вот исключительно из-за того что ты такой тебе были это дадены знания другому человеку уже который мыслит материально физически с определенными канонами устоями винтить что-то новое практически невозможно а вот сейчас я пока покажу вот смотри да вот здесь чисто как мне в него чтоб удобнее по имени потому что когда без имени мне невозможно мне надо как-то называть или по нику влад все отлично смотри вот я тебе сейчас покажу тут изображено шесть наших планет схематично но когда ты их увидишь ты поймешь какой внешне внешний источник для них существует и так далее бог какой для них есть что это ульи чилины и я в одном ролике пытаюсь объяснить что мы даже не пчелы мы их продукт мы мед который пчелы и создают а пчелы это уже как бы боги там целая иерархия я скажу что только у нас это на земле известно полтора миллиона имен богов которые во вселенной да да у них да да у них сохранилась как раз то это ну нету такого понятия знания то общие все просто волей судьбы их приписали одному народу назовем условно индусы а приписали их сравнительно недавно лет двести назад и пытается нам объяснить что им 5000 лет на самом деле из историю быстро состряпали за последние 200 лет и китайскую историю придумали индусскую историю и даже славянскую историю придумали я и любил мне говорят что этом гуманитаре но я еще и неплохой надо аналитик я провел практически поверхностно из исторические параллели между где-то десять мя народами современными и вывел четкую закономерность везде прослеживается одна история был какой-то великий воин существовало как какое-то государство которое было раздроблено на 10 маленьких территорий и этот великий воин пришел и воссоединил эти народы это есть и в славянской мифологии вещи олег пришел это общая сказка придуманная придуманная для нас это китайские народы и про японию то же самое там война была 30 чисто лет и там было 20 княжец какие там 20 княжец на том на том куске японии непонятно но короче вот эту практически всем народам придумали сказку чтобы они себя чувствовали великими значительными ведь темные они каждому народу говорят что они избраны не только там китайцам или там индусам ближайшие соты к нам о них известно что нибудь да они грубо говоря руку руку спрашивать на руку так же да конечно известно рукой подать еще сравнительно недавно я же говорю 200 300 лет назад наши предки как из одного города в другой ездили вот ближе лежащие по периметру соты вот за антарктическим они в принципе как насколько мне известно на тот момент а потому что все течет все меняется потому что то что было вчера и мы могли в эту соту зайти и дышать это свободно тем воздухом не факт что там произошло это уже какой-то катаклизм и и что-то это допустим для наших легких легких уже не подходит к примеру ну и что известно дошел шо известно что в одних сотах я жарю по умолчанию каждая сота это полностью без океанов а по мере если оккупанты попадают соту причем оккупанты несколько уровней вот тут есть оккупанты ковачи которые типа киборги просто на машины которые просто вырабатывают соту но это знаешь если сравнить это представь поле пшеницы саранча прилетела она просто сжирает это поле то то же самое ковачи они пока от нашей ячейки не оставят полностью водяную гладь они не успокоятся они будут это вот смотри сколько они выработали сколько у нас суши в нашей ячейке там вообще мало процентов сколько 10 процентов суши осталось да более плотный да ну да вот да вот показано на это да 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 но наши технологии не позволяют мы мы даже не скажем более высокие технологии они могут проходить высшие слои купола собственно собственно как и у нас было у нас же допустим из нижнего мира это что же пробрались это к нам сюда вот допустим на нашей плоскости по умолчанию находились только это светлый друга своего добавлю не помешает он просто всегда слушает конечно да 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 он это мой старый друг добрый привет андрей тут сладом выясняем же шмира устройство то есть они папа у них техники хватило чтобы нам ну назовем из ада да к нам светлые миры проникли это как червяк кто то на поверхности яблока вылез вот и делают свое дело так это пока еще еще третий вопрос самое интересное вот из всего что слушал государств нет существует не существует пожалуйста по подробнее очень очень интересно это нет ну то есть как государств не существует в каком смысле нет таможен или что-то непонятно ну если если в упрощенной форме чтобы было понятно на 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 наш это на нашу ментальность есть очень важное понятие это терминология у нас по умолчанию не государство концлагеря причем самый настоящий ну и да не но дело в том что я вообще сказал стран не существует я не говорил государства как раз так существует у меня не не ни в одном ролике если не ошибаюсь я не говорю государств не существует стран не существует опять же что такое государство это территория для выпаса скота то есть темные когда оккупирует ячейку они делают вольер чеки здесь будут утятки здесь будут курчатки но на наш термин здесь будут желтые здесь будут черные тут будут красные разделяясь травлю и властвую то есть они в голову нам внушили что это это знаешь я приводил пример тоже вот стилизация вот представьте а квартира приходят люди взяли мелом расчертили у тебя на полу в твоей комнате это будет франция это канада привели какого-то эскимоса в квадрат один посадили а в другой канадца там кавычках а ты такой в шоке нифига себе ребята это ж моя квартира чего у меня тут вообще на полу рисуете так вот вот наша ячейка это та же общая квартира на на которой умники нарисовали мелом границы и еще при этом внушили в твоей же собственной квартире что это они имеют право этим пользоваться и привозить сюда кого хотят и тебе диктовать твои навязывать нет это мы будем уже говорить за виды людей а не за страны это уже чуть-чуть другая восточная там границы очень четко проходят антропология генетика очень я понимаю к чему ты клонишь 200 лет назад в нашей ячейка это был такой аналог советского союза то есть да люди были разные конечно конечно но был аналог советского союза были были губерния не знаю регионы то есть под единым управлением как его правильно это назвать хараона да это верховный у славян этот управитель ну центр менялся в зависимости где он прибывал этот центр назывался как правило иерусалим если хараон переехал допустим жить в киев и жил два года то на этот момент это была столица или иерусалим по-нашему то есть если он переезжал там какую-нибудь аргентину она автоматически становилась столицей то есть где руководитель там и столица а с чем было связано перемещение почему вот пути божьих помазанников не всегда удается просчитать и то ли с точки зрения обыкновенного туриста то ли с точки зрения ведь вы как это есть такое понятие руководитель да приезжает это ведь не всегда было все по маслу поэтому на месте решались вопросы то есть мало ли может там какая-то буча собиралась и понимали чтобы без руководителя не решить и он приезжал скажем так ситуацию директор да директор там какого-то завода приехал чтобы дать ценные указания чтобы тут это построить тут это там это сделать там и так далее то есть интересно теория о нынешнем глобальном правлении это одна из ступеней это не теория это достоверная одна из ступеней она кстати где-то находится если брать от верха где-то на 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 третьем уровне может на четвертом то есть выше ватикана есть еще руководство ну а сейчас я найду и есть кстати таблица на ней никто не сохраняю там вообще полностью расписано и есть люди просто понимают что а вот смотрите сейчас скину скриншот значит здесь полностью расписано кто правит сейчас нашей ячейкой люди когда видят эту табличку они думают это фантазия художника на самом деле я знаю кто нарисовал эту таблицу сами темные нарисовали ее чтобы нам показать они же вообще любители это такое у них понятие есть когда человека ставят перед фактом и предлагают ему хотите жить в рабстве а мы по сути соглашаемся мы им развязываем руки то есть они напрямую нам говорят мы вас будем там уничтожать и так далее ой хоть скинулось сейчас оно интересно я думаю что ватикан это вершина не 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 конечно вы конечно сейчас вот здесь вот это я наверное неудачно неудачно наверное тебе схему скинул сейчас да что то не показывает не показывает это почему то гифка да 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 я уже вижу щно сейчас найду это это сохранится до что я это тоже это запускает я помню просто скриншотом копии это дело скриншот думаю раз у меня не хотите чтоб я скачал ваш это я брал вот так print screen а по ссылке она она интересного я сейчас сам попробую по ссылке не пройти до они ну можешь пройти от я прошел нажми да я только что проверил да это ты на сайт я на сайт сейчас зашел вот ищу его где-то получается вот вверху идут 22 аэрофанта потом приорат сиона потом это на надгосударственное а ватикан наверно фух как же он туда его назвали то надо шукать но явно не 1 не 2 может вот это он 3 хотя не это не он тоже наверное он где-то она вот может вот это сионские организации религиозного 4 он идет организм вот получается это для нас это для нас они они на виду сделали что есть это для нас это для нас это для нас никто там не против никого они это это пальцы одной руки то есть и иезуиты там ислам и так далее там это и христианство это все пальцы одной руки просто нам показывает что это разная религия на самом деле это все это персты одной кисти они что же перед нами шоу разыграют это у трумана что существуют какие-то религии не а люди не поймать что все религии у них один это наверху руководитель так ну и кто же в итоге правит миром ну даты иерафанта это инферма инфернальные сущности которые люди уже да это уже не люди это уже фух они ну как по нашим ну их богами то и мне язык не поворачиваться назвать но если можно их назвать богами то темные боги просто и на самом деле это просто эволюционно технологически из других ячеек это развитые ну это равносильно как взять нас и муравьев вот мы для них муравьи всем раздавить нас это не составляет труда нужно только они эволюционно нас развить и что насчет негативных комментариев что можно сказать по этому поводу как это эмоционально переживает асу я как реагирую а ну а как не 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 хотел это хорошо особенно мне сегодня понравилось письмо сейчас я зачитаю я вообще это это такое редкость пишет некий александр трубецкой я случайно на каком-то канале нашел под типа своим роликом людям он писал котляров это чисто масонский проект направлены на то чтобы забивать людям мозги и увести от истины хочу заметить что один человек физически не в состоянии делать такое количество роликов за такое короткое время это уже указывает что ролики он только озвучивает а большинство роликов ему кто-то предоставляет значит большинство мыслей не его и так далее на самом деле это же мне комплименты ты представляешь я тут сижу как до золушка с утра до вечера у меня был переводчик по два часа спал потому что ролики клепал ну и не потому что у меня вот мнение я просто был воодушевлен от первые недели когда пошло внимание я думаю надо надо больше информации надо больше знаний я бы мог бы еще бы больше выкладывать только люди не понимают что есть две две большие разницы есть ролики где я говорю а есть ролики где я считаю что людям бы было бы неплохо посмотреть а таких роликов на ю тубе которых было бы неплохо чтобы посмотреть их миллион поэтому чуть неужели не видно что я это как это как это сказать и ру то есть стараюсь там один свой три чужих один свой три чужих ну грубо говоря слава я хотел сказать три слова защиту насчет 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 денег они просто не знают что на ю тубе вот это много не заработаешь даже вот если прикинуть сколько там у тебя просмотра ну два доллара я заработал за два месяца да, ну да наверно так и будет. Они ребята думают что там лопатами гребешь деньги но да да они думают что это ради денег acho это ради денег это 000 просмотров для денег но да да деньги нормально 10 тысяч просмотров копейки ну, то считай, все да, поэтому а к негативным я тоже друзьям еще как говорю когда мы дотрагуем до горячего мы вскрикаем ну, как бы это рефлекторно, да, а вот до комментариев я делюсь с друзьями я вскрикаю, но я вскрикаю не потому, что мне больно, а потому, что надо кричать на самом деле я, как бы это грустно улыбаюсь с людей, многие кормуют себе очень сильно я больше переживаю за них, на самом деле потому, что зная подробности нашего мирового устройства начинаешь понимать, что они глупости делают некоторые, наоборот, мне своими глупыми комментариями помогают и делают лучше, вот я, допустим если кто смотрел мою трансляцию в институте Б которая 2 часа идет а потом я из нее сделал нарезку на 38 минут, где вырезал всех своих оппонентов практически и вставил скриншоты то есть, не знаю, если ты не смотрел там получается ситуация такая оригинальный ролик идет 2 часа 1 час 59 минут а мой ролик, я его сделал на 38 минут и вот, допустим, там человек в кадре задает мне вопрос, а мы не строим дома сотовые и после его фразы я уже в спокойном режиме вставляю скриншот я ранги ну, это юрта, она же как раз-то сотовая там, и снаружи, внутри там другой смеется, говорит нету сотовых молекул я нахожу спокойно даже от официальной науки это, скажем так визуальное подтверждение, что молекулы как раз-то имеют структуру сотовую структуру то есть, мне надо, наоборот, это, иногда, вот вредители, я вообще всю жизнь старался это любое, это я знаешь, как называют это, как же, подскажи, Влад единоборство, айкидо есть, где силой энергии противника как там, направляет его же энергию против него когда человек там, пальцами слово, если честно, очень впечатляет как это можно выдержать не знаю, я бы сорвался например, если столько там оскорблений ну, это, да, благодарю ну, это, я не знаю это, может быть, еще в силу как я говорю я 12 лет проработал в торговле то есть, я простоял за прилавками на потоке вот, наверное, самая сильная школа была это, когда я торговал водкой вот, знаешь, как вот торговать водкой когда тебе 20 лет и подходит лыгарьё всякое и начинает это, мики-баки забивать и там должна была быть ни единый мускул не должен был дрогнуть вот Слава, пожалуйста, еще один момент да, пожалуйста, я в хорошем настоящее космос, пожалуйста, подробнее настоящий космос, которого мы не видим в который мы попасть не можем какой он? это как океан как наш океан, только плотность значительно больше, превышает ну, плотность, допустим, как мед как мед то есть, если представить гипотетически мы туда попадаем нашим телом то мы будем принимать усилия, чтобы ну, как бы плыть через это ну, разгребать себе это с усилиями протое А другие планеты тоже есть, да? Конечно. Или как? Они тоже социальные? Они аналогичные, весь мир, да. Да, другой планеты я даже не представляю, сколько это. Это не все боги между планетами могут летать. А что... Ну, знаешь, вот как боги-то, может, и могут, и знаешь, как это происходит. Вот есть такое у пчеловодов понятие, это жил, допустим, рой пчел у них в улье, а потом какой-нибудь пчеловод другой где-нибудь в соседние деревья поставил пустой себе улей, и часть роя, короче, свалила к нему. А мы не можем свалить. Мед, ты понимаешь, он крыльев не имеет, он это... Мы, конечно, дорастем эволюционно до пчел, но я, насколько знаю, этот путь очень длинный. По нашим земным меркам это понадобится, наверное, тебе и мне. Не один, наверное, миллион лет эволюционного развития, чтобы наша сущность могла по вот этим планетам гулять. В том космосе, который есть. То есть, а тот космос, который нам показывают астрономы, это все фикция, да? Да, да, я вообще... Вакуум это ерунда все, да? Конечно, космос не терпит пустоты, но это же легче понимать, всегда надо космос сравнивать один к одному. Очень интересно, на самом деле. На самом деле, вот теорию Вакуума, бесконечная прохинация, ну, очень трудно представить. А вот если космос, как океан, может быть, да. Конечно. Так. Ну, его можно называть эфир, там, как угодно, неважно. Мы, к сожалению, утратили полмиллиона слов. Мы используем сейчас в обиходе 2-3 тысячи, максимум 5. Там, Пушкин, может, в стихи писал, там, 50 тысяч слов использовал для своих стихов. Да, 50 тысяч слов. Да. А мы, а вообще, как бы, это... Мы не можем некоторые вещи просто называть теми словами, которые... Которых уже, к сожалению, не знаем. Язык настолько порезан. Ну, это как вот программный код. Вот представь, я вот, когда учился там скрипты писать, Я для себя выучил, даже если ты одну точку, ну, это я себе говорю, пропустил, То в игру уже заходишь, она эррор выдает, ошибку. То есть уже программа из этой одной точки. А у нас вообще пробелы. То есть это... Ну, и вообще, это, как бы, язык, это тоже считается деградацией. То есть люди, когда перестают телепатически общаться, Они переходят на язык. Это своего рода костыли. И наши предки говорили, язык это враг. Потому что, когда человек мысленно общается, обмануть практически невозможно. А когда на язык люди приходят, уже появляется ложь. То есть можно это вводить в оману. Слава, ну, наверное, на этом закончим. Вообще-то, то, что я хотел узнать, я вас просил. Благодарю. Спасибо, спасибо большое. Не буду занимать больше времени. Да, я на связи, если что, да. Если будет минутка звонить. Всего доброго, Влад. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok